Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как обеспечивается безопасность детей на каникулах? Каковы правила поведения на железнодорожном транспорте? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова. Здравствуйте, Алла Альбертовна. Здравствуйте. Ну, хочется начать с ужасного случая, который произошел на днях в Антон-Мансийском автономном округе. Погибли дети при перевозке. Я знаю, что вы отвечаете за безопасность на железнодорожном транспорте. Вот хочется узнать у нас, как обстоят дела. Потому что всегда так происходит, как что-то происходит, мы начинаем анализировать, что-то менять, задумываться. Что у нас? Знаете, я считаю, что детская безопасность, ну это превыше всего, в быту ли, на учебе ли в школе, где-то в пути, в путешествии. Родители, взрослые и вообще лица, кто отвечает за детей, ни на минуту не должны расслабляться. Потому что вот из моего богатого опыта, скажем так, на работе, ну все, что происходит с детьми плохого, это все из-за взрослой халатности, взрослой невнимательности, а порой даже, знаете, преступной халатности. Вот я вам приведу пример, который вот буквально свежий. Был у нас футбольный матч, буквально на днях. Как приезжают фанаты, ну не секрет, что часто они в нетрезвом состоянии, разгоряченные. И вдруг мы видим, что из поезда выходит очень нетрезвый мужчина, весь расхристанный, весь возбужденный. И к нему жмется маленький мальчишечка, лет пяти, в фанатской шапке, в фанатском шарфе. Сотрудники ППСП сразу подошли к мужчине, спросили, куда вы едете, откуда, пригласили в дежурную часть. И выясняем, что мальчик ему не сын никто, а племянник. Его сестры, сыночек маленький. Вот вы знаете, естественно, мы ребенка забрали, естественно, мы его определили в приют, потому что на данный момент ребенок нуждался в помощи и защите со стороны государства. Ну, скажем так, дядя не очень горевал, на футбол он так и пошел. Родители приехали на следующий день, но, вы понимаете, вот как так можно было? Ребенок рассказывает какие-то ужасы, да, я согласна, ребенок может быть склонен к преувеличению, но он говорит, да, папа там вот с дядькой Валеркой, это он так этого дядю называл, пьют. Вот один раз он так напился, что к нему скорая помощь приезжал, а еще к нам приходят те-то, те-то и те-то. Вы понимаете, как можно было маме отправить ребенка, отпустить за 3-9 земель в Самару на игру с фанатами. На улице минус 12, ребенок одет не по погоде. Представьте, в 10 приехали, в 7 вечера только футбольный матч, что бы могло случиться с этим ребенком. Вот на лицо. Это и ненадлежащее исполнение своих реальских обязанностей, и беспечность, и халатность. Да, пример наглядный. Но все-таки мы все видим, как пассажиры, как на автобусах сопровождаются дети, всегда есть сопровождение, медленная скорость транспорта. А что предусмотрено законодательством для безопасности на железнодорожном транспорте, при перевозках детей? Потому что это вот в глаза не бросается, но это нужно знать. Это нужно знать. Во-первых, приближаются школьные каникулы. Сейчас большая масса детей поет в Москву, на московские елки, на президентскую елку. Многие дети поют в Казань, в северокавказском направлении. Значит, что нужно знать родителям? Во-первых, организационные группы, когда детей едут, необходимо им заявить о себе. Почему заявить? Потому что заявленные группы, о которых мы знаем, однозначно будут отрабатываться и обрабатываться со стороны сотрудников полиции. Это и встреча на вокзале, это и сопровождение на место посадки, это и сама посадка, чтобы никто не мешал, чтобы дети спокойно зашли в вагон. Это и сопровождение детей в самом поезде. Значит, если свыше 350 детей, мы едем сквозным сопровождением, то есть прямо с ними в вагоне едем. Если до 100 детей, с ними в вагоне, ну и стафетно, то есть от станции до станции. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, это еще то, что родители, и именно взрослые, я должна обратить их внимание, что путевки и различные увеселительные мероприятия, поездки, они должны проверять те службы, те организации, где они закупают эти путевки. То есть обязательно, ну, должна быть какая-то аккредитация, должны быть какие-то разрешительные документы. Потому что, как вот мы сталкивались, допустим, летом, то, что не всегда дети едут по данному маршруту, который, ну вот, изначально отработан, доработан. Бывало, что и с питанием были напряженности у детей. Бывало, что и вагоны садились, и там взрослые к ним подсаживались, то есть среди взрослых ехали в разных концах вагона. То есть детские поездки, однозначно, они на особом контроле, как у администрации железной дороги, так и у сотрудников полиции. То есть при посадке, вот сейчас, допустим, вот в Москву на елке, но еще будут большие поездки, это в Великий Устюг, в гости к Деду Морозу, там двое суток в пути, туда почти двое суток обратно. То есть там вообще нужно предусмотреть все, начиная от детского питания, там от того, как детей будут поить чаем, то есть все титаны закрыты, о том, что дети не будут выходить просто так на прогулку, на перроны, дабы, чтобы не получить травму, не отстать от поезда. Ну и вообще, чтобы были ремни безопасности на полках. То есть предусмотреться все, вплоть до кондиционеров и биотуалетов. Это едут дети. И сотрудники полиции, у нас уже есть специальный список, есть специальные люди, штаб по передвижениям детей, которые отрабатывают на всех станциях данные поезда. То есть сколько бы детей ни ехали, данный состав, если там едут дети, однозначно эти дети сопровождаются. Да, в прошлый раз, когда вы приходили, вы говорили, что часто сейчас дети получают паспорт в 14 лет, и бывает случай, когда они просто паспорт забывают. Еще к нему не привыкли, вот на это тоже, наверное, вот это все не изменилось. Да, на это тоже обращаюсь. Все изменилось, все это было обговорено, было большое совещание, железнодорожники, сотрудники полиции. То есть сейчас все утрясли, то есть все вопросы, они решаемы, только об этом надо заявить в кассе детской, когда приобретаете билет. И там специалисты все подскажут, что надо сделать. Но кроме того, что хочу сказать, что железная дорога, она такие вот уступки пошла, что вот с лета в плацкартных вагонах все школьники ездят по детским билетам. Даже если уже исполнилось 10 лет, даже с чем 17, он в 11 классе все равно поедет по детскому билету. Это хорошо, это дает возможность путешествовать. Да. Самый главный праздник все-таки это Новый год, предстоящие каникулы. И дети, конечно, одни не едут в поезде, со взрослыми. Скажите, пожалуйста, популярно, что возможно, предусмотрено для празднования организовать в купе или там в плацкарте, а что запрещено, на что нужно обращать внимание. Потому что опять же мы знаем, что там может быть и алкоголь, и даже может вдруг начнут стрелять там из пиротехники, но мало ли все бывает. Вот что можно, а что нельзя? Ну что можно? Можно попить чай с тортом, поговорить, посмеяться, пообщаться. Будет какой-то там транслироваться концерт. Ну не очень много там, конечно, возможностей. Может кто-то нарядиться в Дед Морозе, с детьми загадки. Ну какие-то не очень подвижные, шустрые такие игры. Но сразу хочу сказать, пиротехнику ни в коем случае нельзя в составе. Нельзя. Все горючее вокруг. А если выйти на станцию, там отойти, запустить в 12 часов, тоже? Нет, не стоит. Этого делать не стоит. Употреблять спиртные напитки, тем более, тем более на глазах у детей. Это уже статья административного кодекса. И тем более угощать детей, наливать детям в поезде. Этого делать ни в коем случае нельзя. Курить в подвижном составе нельзя. Ни в электричках, ни в поездах. На станциях, в специально отведенных местах, в тамбрах курить нельзя. Также будет, если, не дай бог, с ребенком закурить, потому что 17-летний уже у нас же не считается ребенком, тоже будет составлен административный протокол. Да, всякое бывает. Попадаешь на Новый год в состав. Ну, тоже сказать, своя романтика. Ну, начальник поезда поздравит, будешь вспоминать, как ты Новый год встречал в поезде. Да. А вот усилия правоохранительных органов вот в эти часы, они на особом внимании? Все на особом внимании, конечно, потому что усиленный вариант несения службы вводится. Я повторяю, что детские поездки, детский проезд на поездах, он всегда предусматривает это усиленное несение службы. Понятно. Сейчас такое время, когда подводятся итоги года. Вот хотелось бы сейчас к печальной статистике перейти, чтобы увидеть тут масштаб все-таки того, что происходит. Несчастный случай на железной дороге с детьми. Вот этот год как заканчивается, с какими цифрами? Ну, вот кощунственно, наверное, говорить, что снизилось, там уменьшилось. Понимаете? У нас один случай, был несчастный случай. Опять же, я хочу остановиться, но по вине взрослых, по их недогляду, то, чтобы у ребенка отсутствовал присмотр за ним. Был у нас несчастный случай летом с мальчишкой, маленький мальчишка, школьники, то есть самовольно ушли. Они живут где-то за 5 километров от железной дороги, у них там есть речка, но они решили пойти непременно на озера. Естественно, родители не поставили в известность. Ну и бегали по путям. Ну, поезд гудел, мальчишки, которые были с этим мальчиком, ему кричали, махали, он их не понял, побежал, и ребенок погиб. Да, у нас произошел один несчастный случай, но что я хочу сказать, то есть в этом году, как никогда, большая работа проводилась в учебных заведениях. Во-первых, железная дорога, они также поделили все школы города по своим предприятиям, везде выходили. Большой наглядный материал, очень большое количество видеоматериалов, то есть постоянно-постоянно с детьми общались на эту тему. И даже летом, когда занятия в школах закончились, то есть во все школьные лагеря, а лагеря были и июнь, и июль, а в некоторых сельских школах еще и в августе, то есть во все школы ходили постоянно. Не только вот бубнили, лекцию читали, а старались именно в доходчивой форме, форме игры, форме викторины, провели по всем школам конкурс рисунков на тему железной дороги, зоны повышенной опасности. Железная дорога позаботилась о достойных призах, чтобы детей заинтересовать. То есть стараемся именно вот такую деятельность проводить в школах. Ну, кроме того, вот начиная с сентября, в наиболее таких опасных местах, где дети идут в школу, идут из школы, в это время проводится патрулирование. В против того, чтобы где-то в первых числах сентября мы просто даже показывали детям, где переходить, как переходить. И вы знаете, что удивительно, даже родителям приходилось, потому что подчас такое сопротивление родительское, мы здесь всегда ходили, мы будем ходить, и нам здесь удобно. Да, да. Ну, а что вот вы удивляетесь? Вот несколько лет назад у нас четверо детей погибли. Из-за чего? Из-за того, что взрослый в этот забор вдоль железной дороги трехметровой выломали проем. Дети в него зашли и пошли, выскочили прямо перед электричкой. То есть, я повторяю, вот во всех детских бедах эта взрослая обеспеченность просматривается. Да, ну вот еще такой пример. Дети ходят и здесь, и в городе, и везде, в наушниках, постоянно. Это постоянно. Будет как-то что-то меняться на законодательном уровне, чтобы запретить что-то? Я знаю, что сейчас поступили предложения, сейчас рассматривается это, потому что действительно, вот он идет в наушниках, еще и в капюшоне, не то что на железной дороге, он и в городе-то ничего не видит. Я сама езжу и вижу постоянно. Вот светофор идет, он даже не видит, какой свет, он просто бредет, бредет, бредет и не слышит. И не только дети, но и такие, скажем, более взрослые дети, студенты. Они тоже дети. Ну, конечно. Это тоже дети. Не вижу, не слышу, и вот их невнимательность. Но опять же, маме и папе надо контролировать и проговаривать это постоянно. Снимай наушники хотя бы во время пути. Пришел домой, если там куда-то слушай, сиди, пожалуйста. И еще, мне кажется, тоже вот, по крайней мере, мы видим по телевизору, что показывают детей безнадзорных, которые куда-то сами отправляются, сами убегают, путешествуют. Как в этом случае реагировать взрослым, который видит в поезде такого ребенка? И как реагируют правоохранительные органы на таких детей? И насколько вот сам ребенок имеет права на защиту своих прав, что вдруг что-то он может сделать? В 12 лет ребенок, пожалуйста, ему покупили билет, он может сесть. В 12? Один? Ну, предупредили проводника, все, он может ехать. То есть с учетом, что его будут встречать, все, пожалуйста. Ему покупают билет, он может ехать. В 14 лет он может сам покупать билет, у него уже есть паспорт. Вот уже понятно. Но проводник всегда поинтересуется, кто ты, куда, откуда, с кем. То есть при посадке, естественно, если ребенок подождал, его должны проводить взрослые, предупредить, что это наш ребенок, он едет там по Николаю Петровичу или к своей бабушке. Вот через такое-то время, пожалуйста, он выйдет. Не забудьте его предупредить. Но любые родители, любые взрослые скажут, вы знаете, он у нас едет, пожалуйста, как-то присмотрите. Но бывают у нас такие путешественники, которые, ну скажем, всем путешественникам путешественники. Буквально вот недавний случай. Из поселка Иглино, это в Башкирии, мальчишка на вокзале. Смотрим, пришел ночевать, холодно, весь какой-то неряшливый, неумытый, нечесанный. Ну, у нас же наметный глаз, понимаем. И это бегунок. Значит, как получилось там? Он воспитанник ПТУ. Ну, ПТУ, куда идут все дети после интерната. Опять же, вот они вместе были и вместе перешли вот в поселке Иглино. Он убегает постоянно. Убежал в Москву в очередной раз. Там его поместили в центр таких бегунков, называется Цвин. И воспитатель, заправ его, привезла, повезла домой, по путеследованию он сбежал. И вот прибежал, приехал на попутных электричках в Самару. Здесь мы его поместили в приют. Ну, что вам сказать, с таким ребенком должны работать не только сотрудники полиции. Да, мы побеседуем, да, мы накажем, составим протокол на ответственное лицо. Но здесь, мне кажется, должна быть большая глубокая работа психолога. Потому что не просто так он бежит. Может быть, что-то его не устраивает, может, его кто-то обижает. Может быть, это какие-то физиологические изменения у ребенка. Были у нас такие случаи. Когда вот он у нас бегал, бегал, мы маме предложили, чтобы его обследовать. А ребенка болезнь, травмомания называется. Вот, то есть у него тяга вот к переменам места жительства. И вот, а бывают такие просто бегут. А бывают бегут, вы знаете, ну, может быть, дома что-то случилось. Может, повздорил с родителями. Может, решил что-то им доказать. Ну, всякое бывает. Он уже сам себе не рад. Он уже сам боится. Какая там обида. Там, лишь бы быстрее маму и папу увидеть. Такие даже, бывает, сами обращаются. Вы знаете, я убежал, помогите мне, у меня денег нет вернуться. Конечно, помещаем в приют, сообщаем, родители забирают. А бывает, ну, некоторые, ну, как сказать, жиры бесятся. Двое у нас были недавно, 15-летних. Они решили начать совместную, самостоятельную жизнь. Но при этом они поехали в Анапу. Мы говорим, дети, а почему в Анапу-то? Вот там тепло, там вот не надо на зимние вещи тратиться. То есть там как-то вот и жилье можно там какое-то снять такое, сарайчик. Ну, понятно. А где вы работать-то собирались вам в 15 лет? Ну, нашли бы что-нибудь. То есть, понимаете, у них какая-то вот такая романтика. Не отдаёт отчёт себе. Не то, что не отдаёт. Это, может, опять же упущение родителей, понимаете, не объяснили. Ну, как так, 15 лет, а у них такие розовые представления о жизни. Как срозовые очки на мех смотрят. Тоже родители виноваты. Да, вот пока вы рассказывали об этом случае, вспомнила тоже случай со своей знакомой, когда их ребёнок узнал, что отец его не родной, причём вот сын этого родного отца ему позвонил и сообщил об этом, а не скрывали долгое время, он тоже сел и поехал, вот куда глаза глядят. Вот от этого, от того, что на него обрушилась вот эта информация, он тоже вот сел в поезд, причём решил уехать на край света, только бы вот не жить. Ну, это юношеский максимализм такой. Я даже, знаете, вот с большей трагедией сталкивалась, когда мальчишка узнал, что у папы есть вторая семья, и там уже есть ребёнок. Ну, вот вы знаете, его потом лечили долго. Он убегать из дома стал, его возвращали. То есть вот такая трагедия. Это о чём, опять же, говорить, что родители, будьте внимательны к детям. Лучше когда-то объяснить, поговорить, чтобы он какую-то информацию от тебя узнал. Разъяснить, чтобы ребёнок мог открыться. Ты с ним на равных, чтобы ты свою душу ему открыл, чтобы он доверял вам. Ну, тогда, может, меньше каких-то трагедий, меньше трагедий будет. Есть такое понятие на железнодорожном транспорте, как неблагополучные места. Скажите, пожалуйста, как они выявляются, и какая работа проводится для того, чтобы вот такие вот критические такие точки, да, где происходят... Ну, неблагополучные места, скажем, мы сами и выявляем. У нас постоянно, на постоянной основе проводится и патрулирование, и проводится рейд. А как эти критерии? Вот что такое неблагополучное место? Вот что же на чём? Какие сигналы? Очень много там, допустим, протоколов составляется на подростков. Значит, там где-то учатся, они где-то живут. Значит, там постоянно надо проводить патрулирование, вот как я говорила, в начале дня и в середине, и в конце, когда они возвращаются с учёбы. Есть места, где у нас частые несчастные случаи, не только с детьми, но и со взрослыми. Со взрослыми тоже и намного чаще происходит. То есть вот эти вот места. Потом платформы, где они могут... Вот мальчишки, девчонки, которые студенты колледжей, перебегают, денег нет, сэкономить на билете. Вот это считаются, да, такие проблемные места. Потом проблемные места, особенно в летний период, это где дачные массивы. Это прям вот отдельная песня, скажем так. Родители приезжают, отдыхают, наслаждаются природой, шашлык. То есть, ну, активный образ жизни. А дети предоставлены сами себе. Ну, я же уже рассказывала, как дети у нас играли в партизан. То есть наносили камни, и шли поезда, и они их обстреливали. Там у них были пластмассовые автоматы, они стреляли. Дети играли. Родители не знали, где находятся их дети, чем занимались. Это когда-нибудь третий поезд уже разбили, уже поймали этих детей со слезами, повели к родителям. Родители были просто, ну как же, они же вот только что здесь у нас были. Вот две минуты назад. А дети уже часа два с половиной в партизан играют. Да. Вот действительно, столько случаев, может быть, несчастных и трагических на железной дороге. Потому что вот я сама ехала в поезде, и в соседнее окно бросила ребенок камень. Вот такой, причем окно было приоткрыто, и он не долетел, он стукнул там, треснуло окно. А если бы он влетел, вот... Да действительно, были такие несчастные случаи. И рикошетом от вагона отскакивал и в глаз ребенку. И опять же, мы поэтому и говорим, что железная дорога – зона повышенной опасности. То есть вот вы говорите, опасные места. Везде, где вдоль железной дороги, жилые массивы, которые прилегают практически рядом, ну, прямо буквально в трех-четырех метрах, у нас есть школа, которая прямо рядом с платформой. Вот это вот действительно такие неблагополучные, опасные места, где постоянное наше присутствие просто необходимо. И железнодорожные переезды тоже, это тоже, мне кажется, опасно. Несмотря на то, что все там есть. И светофоры, и вот там какие-то ограничители. Ну, лихачи у нас всегда есть. Какие-то меры предусматриваются, чтобы там минимизировать тратические случаи? Конечно. Во-первых, там ведется видеонаблюдение. Во всех теперь вот этих переходах или нет? Ну, то, что относится к железной дороге, на всех. Идется видеонаблюдение, есть дежурные по переезду, то есть светофоры, звуковые сигналы подаются, и заранее останавливается движение. Ну, и там большие штрафы, так скажем. Большие штрафы, очень приемлемые. Такие, вернее, адекватные штрафы, адекватные правонарушения. Потому что, не дай бог, представьте, какое крушение произойдет. То есть, а бездумных людей, бездумных водителей, которые на русское авось надеются, у нас достаточно. Да. Алла Алибертовна, сколько лет вы уже занимаетесь вот в вашем подразделении по делам несовершеннолетних? И знаете, вот какой вопрос? Как меняется, вот мы говорим, сейчас другое время. Время там технологий, интернет. Вот, а на железной дороге что-то происходит в связи с этим, какие-то изменения? Или, в принципе, все типично? Неосторожность, невнимательность? Вот основные критерии. Вы знаете, вот я на железной дороге, с детьми вообще, я в ВДН, я работаю 21 год, до этого 4 года я отработала в школе, учителем старших классов. Да, опыт хороший у вас. Вы понимаете, как вам сказать, не то, что контингент детей, дети-то они как были, в основном несчастные дети, которые вот попадают к нам, бегут от родительского там невнимания, еще что-то. А поменялось то, что вот много появилось таких детей, которые, скажем так, с жиром бесятся. Вот, ах ты, мама, мне не купила, вот я назло тебе, вот убегу. То есть, вот такого больше, какого-то кощунственного отношения, такого к родителям. Когда благополучная стала ситуация, да? Люди себе и взрослые позволяют больше, да? Да, и дети. Они почувствовали какую-то безнаказанность, а мне ничего не будет. Вот в этом плане. А то, что бегут дети, ну, практически из-за того же самого. И я вот хочу сказать, это мое убеждение, что плохих детей нет. Плохими их делает ситуация жизненная и взрослые, которые рядом с ними. А так вот, так с ними поговоришь, да, ну, вроде и неплохой ребенок, да, в хорошие руки его, да, его бы энергию в правильном направлении, нормальный человек бы был. Да. И все-таки вернемся, вот мы уже говорили о том, что предстоят и каникулы, и праздники. С чего нужно начинать собираться в путешествия на железнодорожном транспорте? И взрослым, и детям. Вот какие-то такие предварительные советы. Ну, во-первых, если это путешествия школьной группы, класса, обязательно заявить о себе. Билет надо приобретать в кассах, где продаются специальные кассы у нас есть для школьников. Именно там, именно через эти кассы заявляются. Да, надо же, я не знала. Да, у нас массовые вот эти кассы есть, специализированные для школьников, групповые они называются специально, от слова группа. Вот туда заявляется, идет. Значит, с детьми... А есть какие-то нормы, вот на сколько детей на одного взрослого при перевозке железнодорожных? 10-12 детей на одного взрослого в обязательном порядке должно быть. Если едет класс, ни одна учительница с ними должна ехать. Конечно, она их знает. Кто-то из родителей, может, какая-то другая учительница. Но с детьми должно быть определенное количество взрослых. Взрослые зашли в вагон, не садятся беседовать и пить чай, а периодически ходят и смотрят, чем занимаются их дети, что они делают. Вечер, в вечернее время обязательно обойти, посмотреть. Все ли легли, все ли ли пристегнулись. Что за соседи с детьми. То есть убрать все свои... Попросите, чтобы они убрали все гаджеты, телефон и все такое прочее. Даже лучше собрать у них, чтобы ночью он не сидел, полночи не игрался, потом он не упал, не потерялся. Потом, значит, взять необходимые нужные вещи с собой. Не огромный чемодан, набить его на все случаи жизни. А вот конкретно посмотреть, вот нужно это, это и это. Чтобы багаж у ребенка не был непомерно тяжелым, чтобы он бедненький его не перетягивал. Желательно, чтобы на колесиках был чемодан, ну потому что дети не очень большие едут. Потом, значит, насчет детского питания посмотреть. Чтобы были продукты, которые нескоро портящиеся, которые ребенок мог сесть и покушать. Потом заказывать детское питание в ресторане. Поверьте, детские группы обслуживаются нормально, и питание в ресторане, там 3-4 вида вам предложат. То есть вам могут предложить завтрак, обед и ужин. Но если вы раньше выходите, например, завтрак и обед, допустим, или ужин, обед, завтрак. То есть договориться обязательно можно, и дети будут обеспечены горячим питанием. Дальше, значит, в обязательном порядке детская группа перекрываются титаны. То есть только со старшим может подойти налить, или проводник сама подойдет, нальет детям. Но, опять же, у нас бывает, что вагон смешанный. Допустим, едет 20 детей, если он плацкартный, и почти 30 человек взрослых. Опять же, здесь нужно особое внимание. Значит, этот вагон будут чаще посещать сотрудники полиции, едут в этом поезде. И, опять же, проводник, со всеми с ними будет проведен инструктаж. Ну и выходы на станции, значит, предупреждаются, беседы проводятся перед отправлением с учителями и сопровождающими, что если меньше 10 минут, нечего делать на станции. Тем более холодно, пока оделись, пока разделись. Ну, можно доехать и без вылазок вот этих. То, что покушать, у них все с собой есть. И какое-то одно там мороженое или бутылка лимонада, ну, не сделает погоду. Ну, и учителям, то есть, если уж вы выявили, если большая станция, допустим, 40 минут, непременно смотреть за тетями и быть рядом с ними. Какое-то занятие им придумать, чтобы они не носились вдоль состава, а вот где-то неподалеку, где-то рядом были. То есть, постоянный-постоянный контроль, чтобы они были на ваших глазах. Даже сотрудников полиции, которые обрабатывают состав, вот, выходят, то есть, их можно, они подойдут, предупредить у меня группа детей, мы вышли, вот мы 40 минут стоим, пожалуйста, побудьте с нами. То есть, напомните, ничего в этом такого нет. Да. И что категорически запрещено? Вот, какие типичные нарушения бывают, о которых люди даже, а я не знал. Вот, бывает же такое, что... Категорически запрещено, вот, это провоз каких-то бенгальских огней, ну, вот, хлопушек, то есть, технических изделий. Это, я повторяю, недопущение курения, недопущение распития спиртных напитков, каких-то колющих, режущих предметов. Игры какие-то бывают у нас, прыжки с полок и по полок. Видела, у нас же соревнования устроили, от начала вагона до конца вагона по верхним полкам пролезть. Да. Ну, конечно, нельзя, конечно, ловкие, умелые, но это лучше где-то в спортзале делать. Ну, в принципе, как вам сказать, когда ребенок мучается от бессилья, он найдет себе какое-то нехорошее занятие. То есть, уметь чем-то занять ребенка, взять какие-то игры, какое-то, о чем-то побеседовать с ними, что-то почитать. Ну, и по радио транслируется, например, хорошая детская передача. То есть, дети могут послушать. Да. И мы с собой в дорогу даем. Там познавательные у нас комиксы есть, раскраски для маленьких совсем детей. То есть, тоже про железную дорогу, про безопасность. Ну, то есть, детей надо чем-то занять в пути. Понятно. А с кем, с какими службами и ведомствами сотрудничает подразделение по делам несовершеннолетних? Как вы выстраиваете взаимодействие? И какие, может быть, планы даже на будущий год? Как вы выстраиваете работу? Потому что понятно, что вы не одни. Потому что вы и с этим, и с этим, и с этим. Во-первых, это железнодорожники. То есть, практически все службы. Это и вагонное депо, и моторово-вагонное депо. То есть, все службы. И службы безопасности. То есть, каждый отвечает за какой-то свой отрезок. То есть, с ними со всеми и патрулируем, и вагоны садимся, и проезжаем. Это и Роспотребнадзор. У нас также они проверяют. И вплоть до того, что питьевая вода какая, и смывы делают. Все-все-все делают. И прокуратура надзирает. То есть, тут мы со всеми службами взаимодействия одни, мы, конечно, не потянем. Представляете, у нас за лето где-то 12 тысяч детей проезжает. Ну, мы вчетвером, ну, никак вот здесь, в Самаре, их не вытянем 12 тысяч. То есть, все службы у нас. И службы вокзала. То есть, все, кто охрана на вокзале. А наши сотрудники просто все службы. То есть, просто все службы работают. А кто информирует педагогов? Я думаю, что с системой образования вы тоже сотрудничаете. Вот о том, как... Нет же знаний у учителя молодого, как вести детей. Конечно, конечно. Вот как вы будете... Во-первых, во всех школах. Значит, у нас уже такая добрая традиция, что с министерством образования, что с департаментом образования. То есть, где-то за неделю до начала каникул, начала перевозок, формируются списки. Списки такие, скажем, очень основательные. Какая школа, какой вагон, какой класс, кто старше, с которым мы связываемся заранее, дней за 10. Телефон старшего, количество детей. Даже бывает, что и списки детей нам предоставляются. То есть, кто, когда и где поедет. И там уже, вот я повторяю, что директора школы, они уже в курсе. Это уже не первый год все организуется. И поэтому здесь все отлажено. То есть, все знают, кто, куда и когда поехал. И списки имеются, и поэтому все это прозрачно. Бывает, что вылавливаем таких вот, скажем, подснежников, которые едут. Ну, соответственно, проводим беседу. Ну, призываем людей к ответственности. Вы считаете, что профилактика – это эффективная? Эффективная. Это самое эффективное. Ну, как у врачей. Ну, если ты обследуешься вовремя, да, то и болезнь-то… Если ты прививку вовремя сделал, то болезнь может и послучиться, но не такая серьезная. И здесь не будет профилактики. Ну, это просто мы погрязнем в каких-то правонарушениях и несчастных случаях. Лучше предупредить, чем потом вот разгребать все вот это вот. И, наверное, вот в интернете тоже можно найти сегодня в каких-то… Вот не только вы там выезжаете куда-то, ваши специалисты, еще с кем-то там беседуете. Ну, это информация, которая сейчас популярна, ее можно при желании найти и самому ознакомиться. Да это конечно, конечно. Чтобы знать основные. В обязательном порядке. А то, что как, если учитель действительно молодой и не знает как, и не получается, допустим, сельское место какое-то, ну, позвоните к нам на вокзал, позвоните в полицию транспортную. И мы вам все объясним, мы даже вас встретим, посадим в зале. У нас есть специальный детский зал, у нас специальное объявление, железнодорожники делают, что у нас есть зал для транзитных групп детских и есть зал для ожиданий. То есть он очень большой, этот зал. То есть когда у нас набирается по 800 детей, то есть там по спирали очень много места. Специальные залы, хорошо оборудованные, то есть компактные, там даже телевизор висит. Даже вот мы сейчас думаем, что когда вот дети будут уезжать, мы будем там комиксы и мультфильмы им демонстрировать. Опять же, все для того, чтобы занять безопасность. Спасибо большое за то, что пришли, так подробно рассказали. И главный вывод, который сделал сегодня после беседы с вами, что ответственность взрослых, это самое главное за детей, организация безопасности. Спасибо еще раз, всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok